Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в книжных историях книги автора, представляющего школу критического реализма. Но мы его знаем как фантаста. Это английский писатель Герберт Уэллс. Его волновали два вопроса. Есть ли жизнь на Марсе? И можно ли путешествовать во времени? Вообще по профессии он биолог и написал курс популярной биологии «Наука жизни». В 1930 году вышла эта книга. А первый его научно-фантастический роман вышел в 1895 году. Это была «Война миров». А первый его научно-фантастический роман «Машина времени». Опубликован был в 1895 году. У Герберта Уэллса были тесные отношения с Россией. В начале 20 века петербургское издательство «Шиповник» обратилась к автору с просьбой опубликовать его сочинение. Герберт Уэллс был польщен. Я удивился и обрадовался. Английский автор, выступающий перед читателями таких мастеров, как Толстой, Тургенев, Достоевский, Мережковский, Максим Горький, имеет право слегка возгордиться. Так писал Уэллс в обращении к русским читателям своего первого собрания сочинения, которое было издано в России в 1909 году. Кстати, переводчиком вот этого обращения и многих других произведений Герберта Уэллса был Корнеев Иванович Чуковский. Кроме того, что многие произведения издавались в России, Герберт Уэллс побывал в нашей стране трижды. Первый раз в 1914 году. От путешествия он получил большое удовольствие и даже предложил ввести русский язык в английскую школу, как третий иностранный, наряду с французским и немецким. Второй раз автор, фантаст, приехал в нашу страну уже после революции, в 1920 году. После этого посещения появилась книга «Россия в Англии». Вот эта книга в этом году отмечает свой 100-летний юбилей. Сей литературный документ был своеобразным отчетом о путешествии в молодую Советскую Республику. У нас в нашей библиотеке есть несколько изданий этой книги «Россия в Англии». Но самое раннее, 1921 года, находится в коллекции французского, русского иммигранта Владимира Ивановича Жесткова. Эту коллекцию он подарил нашей библиотеке в начале 2000-х годов. В 30-х годах Уэллс пытался создать политическую ось Москва-Вашингтон. Для этого он поехал в Соединенные Штаты Америки и встречался там с Рузвельтом. А в 1934 году он в третий раз приехал в Советскую Россию, тогда Советский Союз, и его принял сам Иосиф Сталин. Но стремления, желания фантаста не осуществились. Идеологические противники не хотели подавать друг другу рук во имя мира, защиты мира и его сохранения. Вообще, надо сказать, что Герберт Уэллс по степени научного предвидения стал самым первым среди своих современников. Он ввел такие понятия, как атомная бомба, параллельные миры, гравитация и многое другое. На данный момент сбылось более 80% его предсказаний. Вот та небольшая толика фактов, которые из жизни Герберта Уэллса, которые вошли в нашу книжную историю. На этом все, дорогие друзья. До новых книжных историй.